Клубный чемпионат мира, и мы об этом, наверное, попозже немножечко поговорим, скажем пару слов. Составы играющих команд, я думаю, что практически всех вы знаете в лицо, но все-таки. Так что один еще и из самых авторитетных. Ну а вот Кака, собравший все возможные и даже невозможные титулы. Если Милан – лучший клуб мира, то Кака на сегодня – это лучший футболист планеты. По всем, не знаю, версиям, по многим мнениям. Ну понятно, что по поводу составов играющих команд я обещал сказать несколько слов, и это тоже обязательно нужно сделать. Но состав Милана – Майкон играет на правом фланге. Ну и, в общем, в смысле манеры игры. Манера – это самое, известно, прекрасное. То, что вот сейчас Дженаро Гатузо чуть ноги Хименосу не оторвал, в этом тоже нет ничего удивительного. Хотя нужно смотреть повтор, если действительно он сыграл так, как мне вот сразу показалось, то нужно показывать желтую карточку. Гатузо Хименос – один из наименее известных. Да, нужно показывать желтую карточку Дженаро Гатузо, вне всякого сомнения. 11 номер Интера – 23-летний чилийский полузащитник, у которого карьера, ну, так не слишком-то удачно. Итак, по поводу расстановок, по поводу Милана. Здесь все понятно, но только я смотрю опять Карл Анчелотис, резко выносит мяч вперед колумбийца. Однако придется сейчас отбиваться после не очень удачных действий Неста в обороне. Хименос. Гатузо вцепился в Хименоса, ну, как, в общем, бультерьер, с которым его иногда и сравнивают. Можно ожидать появления Джалардино во втором тайме. Блестящая передача на правый фланг. Круз. Дида здорово играет, бить нужно. Мяч попадает в каркас, воротка. Давайте мы еще раз посмотрим. Это был Хименос, это был Никио. Вот вам и атака, вот вам и три номинальных атакующих футболиста. Этого достаточно. Хименос. Падение, что Марганте. Ну, контакт, конечно, был определенный. Вот здесь за руку схватили немножко. А вот здесь... А, да вообще ударили-то по ногам Хименоса. Поднимается на ноги Филиппо Инзаги, а тем временем Хименос опять действует здорово. Хименос возле мяча. Передача отличная. И всех опережает Кларен Зейдов. Вот вам, пожалуйста, и Роберто Манчини. Хименос. Хорошая передача. Ну, здесь здорово очень играют футболисты Милана. Можно так по совокупности. Я понимаю, что правил высокого нет футбольного. Но, тем не менее, человеческая психология. Несколько лихих столкновений в центре поля. И Златан Ибрагимович устремляется вперед по левому флангу. Ибрагимович. Хименос делает тончайшую передачу, которую прерывает в блестящем подкате Массимо Амбразини. Мальдини. Ошибается, бывает и такое. Камбьяса с мячом. Кстати, вот тут заявил главный тренер приятный Эриксену. Или там на приеме официальном. Но не более того. Да и то я подозреваю, что по контракту он не имеет права так делать. Карточку получает Хименос. Потому что бить по ногам Андреа Пирло нехорошо. Какие-нибудь вот такие штучки мы еще увидим. Хименос. Останавливает мяч Хименос. Ибрагимович сталкивается с Андреа Пирло. Атака продолжится. Ибрагимович на правом фланге. Прострел. Каладзе. Сыграл рукой сейчас Каладзе. Наверное, не хотел. И не инсайды, просто очень атакующие. Полузащитники, меняющиеся местами. Так вот справились с ними пока в первом тайме. Еще одна желтая карточка. Амбразини повисли центральной хавбеки Милана. Смотрим. Ударить помешал Амбразини. В результате подбросила метра на полтора, по-моему, вверх. Пришлась на поединок с Ювенусом. 0-0 этот матч закончился. Но вот такое серьезное достижение, которое в Милане отметили. А вот теперь Филипп Уинзаги меняет молодой, сравнительно 25-летний, для Милана так вообще юнец, Альберто Джелардино. Великолепная игра. А вот дриблинг, наоборот, пока почаще. У КК всего лишь дриблинг прошел один раз из пяти. Атакует Интер. В чужой штрафной футболисты Интера. Амбразини. Передача в центр. Круз. Хименес. Бас направо. Ибрагимович. Мягенькая передача. Круз сбрасывает мяч. Да вот только он во всаде. Вот в той встрече выиграл Милан 4-2. И Неста как раз забил один из мячей. Вообще забивает он довольно редко. Круз. Майкон. Хименес. Уходит направо. Хименес. С мячом Хименес. Передача вперед. Потому что нередко он забивал с чудовищных просто расстояния. Перло. Борется с ним Хименес. Камбяса выигрывает борьбу. Перло размахивает руками. Недоволен. Лучше бы он помогал своим товарищам отрабатывать в обороне. Дали в аренду в Сан-Паулу. Ну а у Адриану. Который скверно играл в последнее время. Там были различные проблемы. И депрессия. И так далее. Кордова. Ибрагимович. Мальдини. Хименес лежит на газоне. В отчаянных муках и корчах. Ну правда. Это менее вызывающе что ли. Хименес. Толкнул его конечно руками Мальдини. Толкнул. Толкнул. В этом году чемпионом Аргентины стал не Ривер и не Бока. А клуб. У которого. Немножечко чудное для нашего русского названия. Ланус. Так вот. Ланус. Несмотря на то что клуб не богатый. Но очень благополучный. В том смысле что это один из трех по моему аргентинских клубов. У которого нет долгов. Там очень грамотное руководство. Интер уже присматривается. И уже выступил в прессе на эту тему. Как здесь не крутись. Я думаю что понятно. Джалардина. Ну не может заиграть он в Милане. Непонятно почему. Потому что вообще нападающий он хороший. Но на том уровне на котором в парме играл не может. То ли дело у Интера в этом смысле. Нападающих великое множество. И заиграть может каждый. Большой упор на индивидуальное мастерство. Но по-моему сейчас это уже игровой почерк команды такой. Как раз за счет этого команды выигрывает. Здесь именно в первую очередь индивидуальное мастерство. Пускается в ход. Делает передачу вперед. Ибрагимович. Фух какой стык. Жесточайший. А главное. Ну не то чтобы спад. А скажем так не очень яркий период. Может быть ну так оступился. Растянул. Химейнаса меняют. Честно говоря. Вот очень хочется повнимательнее посмотреть за пиле. То ли просто он от испуга так сыграл. Все свисток. Интер выигрывает Миланское дерби 2-1. Это была встреча равных соперников. Однако победу в ней Интер заслужил по праву. Интер сегодня смотрелся более мощно, более внушительно, более интересно.